Почему самая плодовитая женщина планеты, у которой 44 ребенка, не хочет уже рожать? Мариамна Батанзи из Уганды, многомногодетная мама, с огромнейшим опытом в детоношении, родах, воспитании. Эта женщина-мать-героиня, у которой за плечами огромное количество родов, она побила все рекорды Гиннесса. У этой симпатичной и миловидной женщины 44 ребенка, и все они родные, как по маминой линии, так и между собой. На первый взгляд и не скажешь, что у Мариам столько много детей, а на обычной комплекции, как и большинство женщин ее возраста. Немного о судьбе этой сильной, волевой и смелой темнокожей красавицы. Мариам вышла замуж, когда ей едва исполнилось 12 лет, супруг ее был старше на 28 лет. Первые роды были, когда девушке едва стукнуло 13 лет, тогда и появились на белый свет первые близнецы. Как утверждает доктор и профессор по генетике Чарльз Скигунду, гинеколог в больнице в Кампале, Уганда, что у главной героини редкостное заболевание, которое позволяет быстро беременеть, гипербыстрая эвуляция. Мариам три раза рожала четверню, четыре раза тройню и шесть раз близнецов. Чтобы внести ясность всей этой картине, скажу одно, что у главной героини яичники настолько большие по размеру. Когда впервые разговор зашел о противозачаточных средствах, то доктор сказал сразу, что в Мари случае нельзя ни при каких обстоятельствах вставлять спираль, а пить таблетки тем более. Врачи все время разводили руками и запрещали ей предохраняться любым путем. Сейчас самой плодотворной маме исполнилось не так давно 41 год. Последние роды закончились трагично не только для роженицы, но и для одного из малышей, умер при родах. На тот момент Мари было всего 36 лет. И вот благодаря этому случаю, женщине повезло, ей наконец-то фонд выдал деньги на операцию. Как прошла операция, еще пока никому толком неизвестно. Как только будет правдивая информация из проверенных источников, то я сразу напишу об этом статью. Думаю, что тема очень интересная. Несмотря на все эти сложности из жизни Мариам, она прекрасно справляется одна и без мужа. Ах да, кстати муж бросил ее на произвол с детьми. Когда нужно было наоборот мужское плечо и опора. Невероятная женщина, я не перестаю ею восхищаться и любоваться. Все заботы она взвалила на себя и работает как проклятая. Ее можно встретить и в парикмахерской, и на рынке торгующей травами. В плотную занимается фитотерапией, приучила этому ремеслу и детей. А также прямо из дома продает алкоголь собственного приготовления, который популярен в тех местах, как например у нас самогон, а у них джин. Много чего она умеет делать, как ни крути, а жизнь заставит. Но она не отчаивается, потому как и небу жарко, да и из-за активной загрузки вверх некогда взглянуть. Бывает такое, что приходится добывать металл, чтобы в дальнейшем его продать. Живет семья очень дружно, старшие обязательно присматривают за младшими. И конечно те, кто постарше, всегда помогают маме по работе, по хозяйству. Условия проживания, конечно у них не самые лучшие. Жилье у них построено из цементного кирпича, крыша из легкого железа. Всего в наличии 4 маленьких домика, где все вынуждены спать на матрасах. Правда есть и двоярусные кровати, там спят дети помладше. Понятное дело, что комфортными условиями это вряд можно назвать. Все настолько стеснено, что у меня бы уже голову от боли так бы сдавливало, что не знала бы куда себя деть. Готовят еду они все вместе, выглядят дружно, как налаженный механизм. Приятно наблюдать за такой работой, раз-два, и все сыты и довольны. Знаю не понаслышке, что в день на такое большое количество людей уходит немного и немало продуктов питания. Например, кукурузной муки более 25 килограммов в день, а бывает и больше. Несмотря на все трудности, на ботанзи старшая уверена, что несмотря на все, поставить своих детей на ноги и готова бороться за их достойную жизнь. Потому что бедняком можно стать всегда, а богатым нужно маленько попотеть. И, с, всего 10 девочек, все остальные мальчишки, самому старшему 24, младшему 2 годика. Счастье, терпение, новых высот, силы и, конечно же, крепчайшего здоровья хочется пожелать этой дружной семье. Если хотите больше узнавать о жизни женщин в Африке, пишите мне на почту. Исходя из ваших предпочтений,